А здесь уже 20. Почему? Какой важный момент при возведении стен? Это сделано для чего? Маяки мы обязательно удаляем, если их не вытаскивать. И еще плюс механизированной штукатурки в том, что вы можете спросить, почему здесь кобеля у нас в гофре, а здесь у нас уложены в штрабу. Смотрите, в чем фишка. И если у вас встроенные конвектора, для чего это сделано? Всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс ЗелАрт. Это двухкомнатная квартира площадью 83 квадратных метра. Работы мы выполняем по техническому дизайну от Алексея Земского. На данный момент сделан инженерный ремонт. И сейчас я подробно расскажу про каждый вид работ. Начали мы работы с возведения перегородок. Вы знаете, что стены мы строим из газобетонного блока толщиной 10 сантиметров. Вот, пожалуйста, 10 сантиметров. Здесь 10 сантиметров, а здесь уже 20. Почему? Потому что слева у нас монолитный пилон. Его ширина 20 сантиметров. И как раз здесь приняли решение использовать блок такой же ширины. Здесь у нас в итоге получится один большой проем. И сделаем обрамление его под стиль межкомнатных дверей. Не забываем про армирование стен каждые три ряда. Обязательно перемычки у нас уголок. В данном случае 50 на 50. На 40 на 40 толщиной полки 4 миллиметра. И уголок обязательно красим грунтовкой, чтобы ржавчина не проступала через вашу штукатурку. Какой важный момент при возведении стен. Я сейчас стою в коридоре, и сзади меня входная дверь. Изначально, когда мы начинали строить стены, мы выкладывали ряд вот этих стен и вот этих стен параллельно друг другу. Это сделано для чего? Чтобы когда вы уже укладывали чистовое покрытие, не было никаких диких страшных подрезок ни слева, ни справа. Параллельно этой стене. Так же, как и в этом маленьком коридоре, вот эта стена слева полностью параллельно стене справа. То есть, если мы здесь будем укладывать, допустим, крупный керамогранит, не под 45, а просто ровно. То есть, вот здесь и здесь не будет никаких страшных подрезок, и плитка не будет криво лежать. Это очень важно, и сразу об этом думайте уже на этапе возведения перегородок. Это сократит вам расход штукатурки, и уже на этапе чистовых работ у вас никаких сюрпризов не вылезет. Вот я сейчас встал с другой стороны. Вот входная дверь. Вот эта стена и эта стена, они полностью параллельны. И проходим в большой коридор. Вот эта стена и эта стена тоже сделаны параллельно. То есть, это прямоугольник правильной формы с прямыми углами. То есть, если мы укладываем здесь чистовое покрытие, то у нас здесь все четко бьется, и никаких кривых подрезок не будет. После возведения перегородок мы приступили к механизированной штукатурке стен. Вы знаете, что мы штукатурим только по маякам, для того, чтобы добиться максимально ровных стен. Маяки мы обязательно удаляем, если их не вытаскивать, то ржавчина может проступить через ваши обои, либо покраску. Стены глинцуем. И еще плюс механизированной штукатурки в том, что смесь замешивает машина, а не человек. То есть, у вас количество воды всегда одинаковое, и смесь равномерно замешана, что позволяет ей быть однородной. Это очень важно для того, чтобы сохранить все ее качества и получить результат тот, который необходим. При штукатурных работах не забываем про углы 90 градусов. Это у нас кухня, здесь тоже будет продолжение кухонного гарнитура, поэтому этот и этот углы у нас 90 градусов. Постирочная. Все углы 90 градусов, здесь у нас их много, все под 90. И здесь у нас гардеробная зона, тоже все углы под 90 градусов. Не забываем про санузел, тоже все сделано под 90 градусов. После штукатурных работ дали отдохнуть штукатурке неделю. Это позволяет штукатурке набрать прочность, отдать большую часть флаги. И дальше мы приступили к монтажу черновой электрики. Вы знаете, что электрику мы делаем по потолку в серой ПВХ гофре. Гофра у нас от производителя ДКС. Клипсы от аналогичного производителя. Это позволяет гофре не выпадать из клипс, держаться хорошо на потолке. И у вас гофра никогда не упадет на ваш натяжной потолок, либо на потолок из гипсокартона, как в этой квартире. Вы можете спросить, почему здесь кобеля у нас в гофре, а здесь у нас уложены в штрабу. Кухня будет доходить не до конца, вот где-то вот досюда. И здесь будет строиться фальшстена, а кобеля, которые уложены открытым способом, всегда прячутся в гофру, на потолке и даже на стене. Щит мы собрали на автоматах от производителя Hager. Обычно в наших объектах вы видите производителя АББ, но в данном случае заказчик пожелал именно этого производителя на автоматах. И здесь вы можете видеть, что большую часть здесь преобладают диф-автоматы. После монтажа черновой электрики проверяем всю систему при помощи вот таких вот дешевых розеток и выключателей. Там, где у нас кабель идет шлейфом, соединяем его при помощи вак. Далее берем специальное устройство и проверяем, как все работает и как все подключено. Вот вы можете видеть, что по всей квартире практически везде висит либо выключатель, либо розетка. После того, как работы на этом объекте по электрике будут завершены, эти выключатели и розетки соберутся в один ящик и уедут на следующий объект. На этом этапе наши заказчики могут прийти на квартиру и посмотреть, как у них организована система включения и выключения света, а также расположения розеток. Добавить либо убрать какие-то элементы, потому что на этом этапе это можно сделать безболезненно. После электрики сразу приступили к монтажу вентиляции и вот можете видеть, что в коридоре достаточно объемные коммуникации проходят и потолок очень сильно опустится. Но смотрите, в чем фишка. В коридоре вы не проводите очень много времени, а высота важна только в жилых комнатах. Поэтому в коридоре эти коммуникации идут, а если мы попадаем с вами в комнату, то есть вот эти вот диффузоры, они практически к потолку. Здесь будет у нас опуск потолка из гипсокартона порядка 6-8 см. И поэтому здесь уже будут стоять декоративные решетки и сама высота потолка не теряется. При этом у вас полноценная приточно-вытяжная вентиляция. Также смотрите на кухне. Вот у нас подача и обратка. Также здесь диффузоры и при этом потолок не опускается. Но в коридоре занижение потолка будет порядка 40 см. Все коммуникации, которые связаны с вентиляцией и кондиционированием, расположены под потолком. Все у нас их в три части. Первая часть это в гардеробной, которая расположена рядом с коридором. Вторая часть блоков находится у нас в ванной. Потолки у нас будут из гипсокартона для того, чтобы сделать люки для обслуживания всей этой системы. И третья часть блоков расположена в гардеробной, которая уже совмещена с комнатой. Вот, пожалуйста, такие коммуникации на приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционирование на квартиру площадью 83 квадратных метра. Теперь пару слов про инженерную сантехнику. Собрана она у нас на профиле ТС. Из него можно творить абсолютно любые чудеса. И вот, к примеру, дышевой лоток собран на подставке из этого профиля. Здесь у нас с вами встроенный смеситель, тропический душ. Здесь у нас встроенный смеситель по драквину. Система инсталляции тоже от производителя ТС. И посмотрите, как удобно крепится эта инсталляция к своему же профилю при помощи специальных крепежных элементов. То есть это максимально прочная, надежная конструкция, которая выдерживает, если я не ошибаюсь, до 600 кг нагрузки. А теперь давайте расскажу про водомерный узел, про каждый его элемент. Водные краны у нас от производителя Вентроп. Далее идет система защиты от протечек. Фильтр грязевик. Две дуктора давления от производителя фар с манометром. После них уже идет магистральный фильтр. После чего идут гребенки на горячую и холодную воду. У этих гребенок размер дюйм на 3 четверти. Обязательный производитель фар. И не забываем про компенсатор гидроудара. Если в системе случится скачок давления, этот элемент позволяет избежать каких-либо повреждений данной системы. Этот водомерный узел из разряда необходимо и достаточно. Здесь есть все для комфортного проживания в квартире. После монтажа все инженерии приступили к устройству мокрой стяжки. И если у вас встроенные конвектора, не заливайте стяжку впритык. Оставляйте зазор. У нас сделан 7 сантиметров по всему периметру в каждом помещении. Для чего это сделано? После того, как вы узнаете отметку финишного пола, вы уже сможете четко подогнать конвектора под эту отметку. Если вы их зальете полностью, они уже будут жестко закреплены. И возможно, потом их придется отдалбливать, чтобы выставить нужный уровень. Поэтому не заливайте их до конца. Делайте опалубку. После чего вы сможете спокойно выдержать тот уровень, который вам нужен. Теперь пару слов про стяжку. Она у нас выполнена по маякам из пескобетона марки М300, производитель Руссиан. Вот здесь раньше были маяки. Мы их полностью удалили, а штробы замазали аналогичным раствором. Стяжка еще будет находиться под пленкой 3-4 дня. Сама стяжка залита несколько дней назад. Каждый день мы ее проливаем. Вот сейчас я приехал на съемку. Ребята сняли пленку. А так еще она должна набирать свою прочность. И мы ее должны проливать, для того, чтобы не появились трещины. Обязательно армирование сеткой. Обязательно добавляем фиброволокно, а также пластификатор. По периметру у нас демпферная лента, а также слой шумонет, который мы уложили до начала инженерных работ. Слой стяжки порядка 16-18 сантиметров. Из них 12 сантиметров это керамзит. Вот если здесь посмотреть сечение с торца, вот видите, слой керамзита и уже слой пескобетона. Слой пескобетона где-то минимум 6 сантиметров. У нас здесь применено двойное армирование. Первый слой армирования, он лежит на керамзите. А второй слой армирующей сетки уже на стульчиках, в самом теле стяжки, которая сделана из пескобетона. Это сделано для того, чтобы максимально избежать появления трещин, потому что здесь будет уложена инженерная доска. Вот такой интересный проект от Алексея Земского. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...